До окончания голосования на выбор в Государственную Думу и в Горсовет города Уфы остается всего лишь час, но в принципе уже можно подводить итог. И главным итогом этой избирательной кампании в Башкортостане будет, по-моему, очень удивительная вещь, если она случится, конечно. Я говорю о том, что партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду» сегодня декларировала намерение добиваться признания выборов в Башкортостане недействительными на основании того, что определенное количество частных лиц в сговоре с властями Башкортостана, так предполагают «Справедливая Россия», заблокировали возможность для партии полноценного участия в выборах. Путь этот, конечно, сложен и длинен. Для начала «Справедливая Россия» и их юристам нужно будет доказать в судах, что господин Игнатьев не имел права выступать от лица партии и раздавать какие-то документы в определенный период. Далее нужно будет доказать, что господин Игнатьев все-таки действовал во время избирательной кампании, не имея на то права. А далее нужно будет доказать, что этому всему потворствовали республиканские власти. Если вся эта цепочка будет пройдена и суды примут в сторону «Справедливая Россия», то тогда, конечно, мы сможем зафиксировать здесь феноменальную ситуацию. Такого еще не было нигде в России, чтобы в целом большом регионе выборы были признаны недействительными. Я не знаю до конца, пойдут ли «Справедливая Россия» на вот эти все мероприятия, хватит ли у них запала духа политической агрессии и политической воли на то, чтобы реализовать этот проект. Но будем наблюдать и будем ждать результатов всех вот этих действий. В основном день голосования 19 сентября 2025 года ряд нарушений, который масштабных в республике Башкортостан, продолжился. В частности, можем констатировать, что уже сегодня никто не прикрывается даже фиговым листком поддельных направлений от партии «Справедливая Россия». В частности, мной сегодня было обнаружено много участковых комиссий, где даже не были направления, но были зарегистрированы якобы члены комиссии с правосвещательным голосом от партии «Справедливая Россия». В частности, в Белорусском одномандатном округе. Также такие были случаи и в Уфимском районе по другим одномандатным округам. Также стандартно продолжилась опять же практика выдворения законных наблюдателей от партии «Справедливая Россия» КПРФ, а также «Яблоко». Более того, сегодня десятки наблюдателей от «Яблоко», от «Справедливая Россия», от КПРФ были не допущены до работы. Выдворяются с участков уже в данный момент, чтобы не допустить до подсчета голосов наблюдателей и также члены комиссии с правосвещательного голоса. Еще раз повторюсь, что все это является элементом большой системы фальсификации выборов в Республике Башкортостан, поскольку правильное, нормальное наблюдение является гарантом честного волеизъявления народа, который сегодня здесь в Республике активно попирается. Свидетельские факты о том, что все эти вещи контролируются, более того, организуются органами государственной муниципальной власти Республики Башкортостан. Я полагаю, как член Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан с правосвещательного голоса, что выборы в Республике Башкортостан в Государственную Думу Российской Федерации являются полностью недействительными. В Российской Федерации подходит к концу третий день голосования, но то, что происходит в Республике Башкортостан, назвать выборами в том понимании, которое придает этому понятию законодатель, язык не поворачивается. У нас в Республике действует, видимо, какая-то особая правовая модель, которая идет вразрез с теми нормами, которые установлены федеральными законами. Третий день мы видим, как не допускают к реальному наблюдению наблюдателей и членов комиссии с совещательным голосом от нашей партии под различными предлогами, прикрываясь фиктивными, фальшивыми направлениями, которые были подписаны бывшим руководителем, который давно уже утратил полномочия на подписание каких-либо документов, с использованием фальшивой печати, поскольку оригинал печати хранится в офисе партии и недоступен для третьих лиц, с использованием административного ресурса, давление администрации под разными предлогами. Не допускаются к реальному наблюдению на избирательные участки наши идейные, активные люди, борцы за справедливость, борцы за честные выборы. Все эти люди обивают пороги избирательных участков и никак не могут попасть для того, чтобы наблюдать за выборами, следить, чтобы все соответствовало законодательству. Назвать такие выборы легитимными, соответствующими закону мы не можем. Даже если случится такой праздник и нам дадут 50-60%, мы в любом случае не сможем назвать эту фикцию, которая творится сейчас на избирательных участках, законными выборами. В этой связи все результаты, которые будут по итогам голосования утверждены, мы будем считать незаконными, эффективными. Хочу сказать, что посетив первый-второй день, для меня было очевидно, что в республике Башкортостан избирательная система не работает, нарушен основной принцип Конституции, право избирателей избирать и быть избранными. Значит, тотальная фальсификация. По сути, я бы сказал, в 90% избирательных участках работает административный ресурс и модель фальсификации выборов. Они не постеснялись залезть и в партию «Справедливая Россия», фальсифицировать документы, подложными документами не допустить на избирательные участки наблюдателей. Хотя для наблюдения за выборами не обязательно, чтобы были только представители той или иной партии, это и общественность могла наблюдать за выборами. Одним словом, за последние 20 лет я впервые вижу такие грязные, ангажированные выборы со стороны руководства республики Башкортостан и всего административного ресурса. Мы эти выборы признать как выборы не можем, потому что нарушены конституционные права граждан России, проживающих в республике Башкортостан. В этой связи мы обратились к ЦИК Российской Федерации, где зафиксировали все эти факты. Но не все, все зафиксировать невозможно. Для этого, думаю, что должны работать следственные органы, Следственный комитет России, Генеральная прокуратура Российской Федерации. И также мы обратились к лидеру партии. И надеемся, что справедливость восторжествует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова